Привет, друзья! Предлагаю в нашей школе напишите свои представления в комментах, что значит понять. Это очень важно. Я вам скажу своё мнение, вы скажете своё мнение. Вот пример приведу. Вот одна милая дама написала мне коммент. Зачем вы говорите о том, что надо подписываться на канал ваш Ютуб? Это сразу отвращает. Ну, наверное. Потому что я тоже, когда вижу какие-то просьбы, предложения, типа подпишитесь, поставьте лайки, у меня сразу возникает какое-то недоброжелательное чувство к этому. Как будто чем-то торгует, продаёт какой-то товар. Но с другой стороны, посмотрите, мы же хотим расширить нашу школу. Когда вы делаете комменты, пишете комментарии, а тем более у вас у всех есть какие-то, и у каждого есть вопросы какие-то, и когда там в комментах пишут вопросы, я смотрю всё и отвечаю. Да, это во-первых. Во-вторых, вот посмотрите, что значит понять. Понять. Ну, у нас есть анализ и синтез. Анализ, он дробит всё по кусочкам. Он не позволяет нам видеть картину в целом. Поэтому есть и синтез. Тоже хорошо бы, если бы вы написали в своих комментах, что вы под этим подразумеваете. А я скажу своё слово тоже. Мы же все вместе создаём науку человечности, потому что всем это важно. И вот посмотрите. Понять. Почему ей трудно было понять, милой даме, почему надо подписаться на YouTube-канал? Ну, во-первых, потому что мы там всегда проводим бесплатные ликбезы против стресса. А человек подписанный сразу получает сообщение об этом. А кто не подписан, пропускает. А потом мне выходят в личку и говорят, а когда у вас будет ликбез очередной? И тратится моё время. Ну, вот чтобы это понять, надо же было задуматься. А чтобы задуматься, надо было иметь свободный ум в этот момент. А вот для чего и нужен, собственно говоря, так называемый сегодня модным словом, так называемый дефолт работы мозга, это когда ты находишься в состоянии такого безмятежного события, когда у тебя в голове суета, эти вот пыль, этих мыслей, хаоса, сменились упорядоченностью, порядком, когда ты находишься сам собой, способен думать, когда у тебя есть личное время внутреннее, когда ты не задёрган, тогда ты и можешь понять. Потому что тогда синтез и анализ, ну, представьте себе две половины мозга. Одна половина занимается анализом, а другая синтезом. Они вот в этот момент именно в состоянии нуля, как мы называем это, в состоянии нирваны, в состоянии пустоты в голове от всяких страхов, забот, пристрастий. Мы становимся, как бы, ну, короче, у нас там самоидентификация происходит, говоря новомодным словом. Так вот, чтобы понять что-то, во-первых, пожалуйста, запомните то, что самоочевидно для вас, для вашего собеседника или кого-то, кому вы пишете комменты или письмо, или что-то говорите, вовсе не самоочевидно. Потому что мы не живём в головах друг у друга. Во-вторых, очень важно использовать метод ключа с наших ликбезов против стресса, чтобы уметь быстро подобрать себе те синхронизирующие действия, которые согласуют анализ и синтез, чтобы вы видели картинку в целом, как я говорю, чтобы вы могли понять. Поэтому я название такое сделал. Что значит понять? И ещё, пожалуйста, запомните. То, что выше нашего понимания, как правило, кажется глупостью. Ну да, это так просто оказывается. Таким образом, чтобы понять, нужно каким-то образом синтез и анализ синхронизировать, а этого метод ключ. Чтобы снять вот эти перенапряжения и выйти на это состояние духовно-физического равновесия. Потому что источником мудрости является равновесие. Потому что в этом состоянии нуля все наши опыты, которые есть в разных сферах жизни, все наши знания, понимания, всё сплавляется в единую целостную самоорганизацию личности. Чтобы понимающим быть, надо уметь управлять своим состоянием. Ну вот видите, сразу несколько аспектов я охватил в одном ролике. Во-первых, я вам сказал, что надо подписываться на канал. и привёл логические обоснования, чтобы расширялась наша школа, потому что Ютуб продвигается тогда. А если вы не подписываетесь, значит, вы не участник нашей школы. А мы же говорим, что только вместе мы силы. Вот видите, какие логические разрывы, которые называются ментальным диссонансом между каждым человеком с самим собой и со всеми. Поэтому, чтобы понимать друг друга, нужно время от времени, от всех забот, отрешаться, отстраняться, побыть самим собой, чтобы там все знания и опыты синергировались. Произошёл их синтез. Потому что, когда мы в напряжении, у нас всё разбивается на части, а нам нужно ещё, чтобы всё это сложилось целое. Да. И поэтому, когда мы выходим на состояние безмятежности, там это происходит естественным образом. Мы можем очень долго-долго объяснять, что такое понимание. А вот метод ключ позволяет это сделать быстро, легко и сразу. Не получается один приём, подбирайте другой. И сам процесс подбора развивает креативность мозга, поисковую, творческую активность. Таким образом, всё же возвращаюсь к Курту Ванегод, о котором я говорил в прошлых роликах. Гениальнейший человек, который предвосхитил наше настоящее, а он тогда это писал, в колыбеке для кошки. Как там один изобретатель атомной бомбы, что он в этот вечер сидел и думал, чем занимался, когда бросили бомбу на Хиросиму. А он сидел, играл в эту колыбельку. Это ниточки вот так вот. Дети играют, вот так связывают ниточки. Ну, там всё написано. Что там было сказано? Во-первых, там философия. Очень мощная философия о том, что такое будущее и может ли человечество, я уже сказал в прошлый раз, зная весь опыт предшествующий, сказать, что будет завтра. То же самое мне говорил мой друг, директор Института машиноведения Академии наук, Костин Васильевич. Он говорил о том, что мы, учёные, задаём вопрос будущему. Будущее, что нас ждёт в будущем? И мы не слышим ответа. Ну, он такой был, Фролов. Очень удивительный человек, поэтому мы были друзьями. Курт Ванигод то же самое говорит. Мы не можем знать, что будет завтра. И там есть у него религия такая специальная, бакомарничали. Они, знаете, чем он восхитил будущее тогда? Они, вот, независимо от ситуации, время от времени, люди то ли сидят, то ли как-то, они пяточками соприкасались, бакомарничали. Вот посмотрите, сегодня мы обняться не можем, поцеловаться не можем. Нам мешает ситуация, да, вот это вот, я не произношу лишних слов, чтобы наш там едок не зарубили. Они пяточками прикасались. Вы посмотрите, прикосновение человеческое очень нужно. Очень нужно. И там была еще удивительная фраза. Как это здорово, когда кто-то находится, который доводит дело до абсурда, чтобы потом понять, что это абсурд, и начать мыслить трезвее. До грани, до края. Вот этот край сегодня наступил. Абсурд. Театр абсурда. когда все что попало говорят, когда никто не знает, что надо делать, а всех назветают, как будто они знают, как работать с неопределенностью. А это метод-ключ только знает, потому что метод-ключ это наука современного века. 21 век сегодня, друзья. И самое главное научиться все-таки подбирать себе действия, которые синхронно вашему текущему состоянию, самыми простыми действиями. Потому что критерии, критерии индивидуального подбора, это действия, которые ты можешь делать по зеленой зоне. То есть сделать так, как тебе приятно, а не как тебе кто-то советует. Как тебе приятно, чтобы ты был человеком, чтобы ты открыл свои творческие способности, чтобы ты любил свое дело, делал его с удовольствием. И там еще есть очень важная фраза у Курта Ванегута. Ну, там кто-то уронил лед 9, изобретение такое, и вся земля стала ледяной. Так вот, там есть такая умная фраза, потому что человек, который уронил лед 9, ну, случайность там какая-то получил, ну, почитайте эту книжку, это гениальная вещь. Да, он, ну, как бы, перерыв себе устроил на 5 минут, и поэтому вот это уронилось, он решил 5 минут отдохнуть, и там такая фраза гениальная, что каждый человек может себе устроить перерыв, но никогда никто не знает, когда он для него может кончиться. Поэтому нажимайте, записывайтесь на канал YouTube, не делайте себе этого перерыва, потому что никто не знает, когда что для вас это может кончиться.